14 января исполнилось 22 года со дня дебюта Ритика Рошина и Амиши Патиль в болливудском фильме «Скажи, что любишь». В то время как фильм получил несколько наград и даже попал в книгу рекордов Гиннесса за художественный фильм с наибольшим количеством завоеванных наград, знаете ли вы, что его режиссер Ракеш Рошин, отец Ритика, подвергся нападению мафии? Да, это правда, вскоре после выпуска фильма Ракеш был застрелен возле своего офиса в Санта-Крусе. Нападавшие произвели 6 выстрелов, из которых две пули попали в него. Ритик Рошин откровенно рассказал о влиянии мафии на Болливуд, об их участии в производстве фильмов и о том, насколько реальной угрозой они были для людей. Именно в это время Ритик привел пример столкновения своего собственного отца с мафии. «У моего отца был большой денежный долг, потому что мы заняли много денег, чтобы снять фильм. Фильм произвел большое впечатление. Это был самый большой хит за последние 5-6 лет, тот, который сделал меня звездой. Они знали, что мой отец достиг больших успехов, он успешен, деньги будут. Поэтому они хотели денег, а мы не сразу заплатили. Они застрелили его в упор». Он добавил, «Именно это заставило меня поверить, что нет смысла жить в страхе. Если тебе суждено умереть от этой пули, ты умрешь. Если это не так, то ты этого не сделаешь. Так что все в порядке». Только 20 лет спустя нападавший был арестован. В 2020 году снайпер Сунил Гайкват был взят под стражу. Полиция во время его ареста заявила, против обвиняемого зарегистрировано 11 случаев убийства и 7 случаев покушения на убийство. Одно из них включает покушение на жизнь болливудского режиссера Ракеша Рошина в 2000 году.